Детское радио представляет Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание. В эфире Радикс и программа энциклопедия... Нет, лучше так. Привет, Азира и все-все планеты. Я опоздал, мудрица? Нет, нет, Брам. Тссс. Радикс репетирует. Хм, на него не похоже. У него и так хорошо получается вести нашу передачу. Эх, Радикс собирается принять участие в кастинге ведущих новой программы. Новой программы? Он от нас уходит? Да, ведущим суперпопулярного межгалактического шоу «Вселенная». Сказал, что здесь на Земле, конечно, очень интересно, но ему пора выходить на другой уровень. Хм, ну какое это интересно? Шоу «Вселенная» и о музыке, и об играх, и о спорте, и о межгалактических путешествиях. А у нас вещи да вещи. О, Брам, мудрица, вы уже здесь. О чем говорите? Ни о чем. Так, готовимся к программе. Да, тема такая непростая сегодня. Ладно. Я срочно телепортируюсь. Куда, Брам? Не запомнил название этого места, но оно как-то связано с нашей темой. Ух ты, даже я не знаю. Тогда не будем тянуть время. Начинаем. Энциклопедия интересных вещей Привет, Азира и все-все планеты. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей». А это значит, что, как всегда, сегодня мы расскажем о невероятных, загадочных и удивительно полезных изобретениях, которыми пользуются жители Земли. Мы — это я, Радикс, специальный корреспондент Брам, он присоединится чуть позже, и, конечно же, наш научный консультант Мудриция. Здравствуйте, друзья. Не секрет, что у нас на планете Азири существуют разные способы быстрой передачи информации. Самый надежный — это телепатическая связь. Чего проще? Надо что-то сообщить, подключился напрямую к мыслям другого, подумал, что там тебе нужно, и все, сведения уже доставлены. Радикс, дорогой, я пробую сейчас подключиться к вашим мыслям, но у вас их так много, что я не успеваю понять, какая же сегодня тема программы. Что-то про Вселенную? Я бы сказал, всемирную. Вообще-то, при телепатической связи иногда передается много всякой чепухи. Например, бывает, песенка в голове крутится и тоже отправляется другому. Или вдруг вспомнишь, что «А, я, кажется, не закрыл иллюминатор в космолете сейчас». А у людей для таких случаев есть интернет. А-а-а! Что случилось, мудрица? Я поняла. О чем мы будем говорить сегодня? О чем же? Об интернете. Браво! Интернет очень много для землян, значит. Даже для самых маленьких он просто жизненно необходим. Благодаря ему можно общаться на расстоянии, и разговаривать, и переписываться. Или, например, проложить маршрут в любую точку планеты. Или наоборот, вообще никуда не перемещаться и при этом работать, учиться, делать покупки. Все с помощью интернета. Похоже на волшебство. Так что же это за штука такая, интернет? Хотя, какая же это штука? Его нельзя потрогать, увидеть или услышать. На Земле много есть такого, что нельзя потрогать. Взять, к примеру, природный газ. Без цвета и запаха, совершенно невидимый. Земляне в какой-то степени волшебники. Они его не только ищут и находят, но потом и добывают. Я читала в земных газетах, что это делает компания «Газпром». Если газ сжигать, то он дает много тепла. И из газа получают очень много полезных вещей. Ткани, пластик. Вот, казалось бы, не видим. А раз – и много пользы. Вот-вот. С интернетом у людей так же получается. Вроде невидимый, а какая от него польза? Компьютер подключаешь к нему, и, пожалуйста, любая информация немедленно в твоем распоряжении. Ответ на все вопросы можно сказать у тебя в кармане или в голове. Как это вообще получается? Что ты спрашиваешь, а через пару секунд компьютер отвечает? Очевидно, землянам удалось изобрести машину. Какой-то электронный супермозг, который стал умнее самих людей. Наверное, можно компьютер к нему подключить и получать правильные решения любых даже нерешаемых задач. Ах, у меня столько вопросов накопилось обо всей Вселенной. Вот бы подключиться к этому мудрейшему супермозгу. Разобраться с этим нам поможет специальный корреспондент Брам. Он как раз находится в одном удивительном секретном месте. Добрый день, дорогие межпланетные слушатели! Здравствуйте, коллега! Как же называется место, куда вы телепортировались, Брам? Офис поисковой системы. Да, понятно, что ничего не понятно. Ну как же, мудрецы? Поисковая система — это такая страничка в интернете, в ее центре пустая строчка. Пишешь любое слово и через секунду видишь все, что есть с этим словом. Вы готовы рассказать нам, как же устроен этот самый интернет? Мы тут с мудрицей решили, что где-то есть какой-то суперкомпьютер, который знает ответы на все вопросы Вселенной. А вот офис... Я сейчас посмотрю объяснение слова в интернет-словаре. Офис — контора, где работают служащие, документы составляют и хранят. Сейчас по порядку объясню. Во-первых, я тоже был уверен, что здесь какой-то гигантский компьютер установлен, от которого во все стороны провода, провода... Простите, друг мой, позвольте поясню. Земляне называют интернет и всемирной паутиной, и глобальной сетью. Я так и представила себе планету, опутанную проводами, связывающими все компьютеры, планшеты, телефоны. Но ведь все эти устройства действительно как-то связаны. Безусловно. Правда, не проводами. Все они соединены с серверами, мощными, надежными компьютерами. Серверы способны хранить и пересылать информацию, обрабатывать одновременно сотни, тысячи запросов. Если бы все устройства на Земле соединялись при помощи проводов, хотя в самом начале так и было... А вообще, давно интернет изобрели? Я читала, что его днем рождения некоторые считают 29 октября 1969 года, когда впервые удалось подключить друг другу компьютеры на далеком расстоянии друг от друга. Планировалось послать слово из пяти букв. Правда, после передачи уже двух знаков техника от перегрузки вышла из строя. А теперь-то можно запросто на другой континент отправить не просто буквы, а целые книги, кинофильмы, песни, фотографии. И теперь, конечно, это происходит при помощи беспроводной связи. Особые волны, невидимые, неслышимые в этом помогают. Правда, похоже на волшебство. Так значит, Брам, вам пока не удалось в этом офисе поисковой системы обнаружить главные суперкомпьютеры Земли, которые знает все во Вселенной. Не, пока не нашел. Компьютеры тут, конечно, есть, но мне, честно говоря, небольшие такие. Непонятно, который из них главный. Вообще, признаться тут очень странно. Ах, расскажите, мне представляется что-то вроде Азерийской академии наук. Всюду энциклопедии, тишина, полумрак. Думаю, такие же примерные условия требуются для работы и на Земле. Тут вообще все наоборот. Во-первых, мне... Брам. Да-да, простите. Услышал звуки из-за двери, заглянул, а там люди пляшут. Что? Да-да, представьте. Говорю же, тут очень странно. Как я понял, тем, кто здесь работает, можно все. Танцевать в офисе? Ну, если так им лучше думается, то да. Вот я уже иду по коридору. Кругом какие-то растения в катках, повсюду диванчики. На некоторых сидят земляне. Кто с маленьким компьютером, кто с блокнотом и ручкой. Эти что-то придумали уже, записывают. Какая-то дверь. Загляну. Ой, тут по всей комнате бюмаки развешаны. В них спят люди? Нет. Кажется, тоже что-то пишут и рисуют цветными карандашами. Только лежа, раскачиваясь. Это зона отдыха? Нет-нет, это рабочий кабинет. А ведь наши ученые пришли к выводу, что иногда проще что-то придумать, когда не сидишь за столом, а, например, ходишь или что-то делаешь руками. Я, чтобы сосредоточиться, рисую иногда. А гамаки любопытно. Мне кажется, здесь все так специально устроено. Кроме того, тут нет какого-то графика рабочего времени. Кому утром лучше думается, тот рано приходит на работу. Кто под вечер соображать начинает, после обеда является. Здесь вообще очень красиво, если можно так выразиться, разнообразно. Где-то стены разрисованы, картины непонятные развешаны. Есть места, где, наоборот, темновато, прохладно. Ой! Ай! Рам, что случилось? Ничего-ничего. Просто светильник забавный на потолке в виде крокодила. Я засмотрелся, а тут вместо лестницы горка с этажа на этаж, как на детской площадке. Ну, я и скатился. Тут многие работники так ездят. Горка, пляски, гамаки. Вы хотите сказать, что все это нужно, чтобы делать земной интернет? Вы не в детский сад попали случайно? Вы очень удивитесь, но правда похоже. Попробую дальше во всем разобраться. До связи, коллеги! Что это за звуки, мудрица? Вам, Радикс, пришло звуковое письмо. Ох, это, наверное, сообщение про мой кастинг. Сообщаем. Определилась пятерка главных претендентов на роль радиоведущих шоу «Вселенная». Это «Спортикс», «Ламурикс», «Печаликс», «Непоседикс», «Радикс». Поздравляю, Радикс. Спасибо. Не стану скрывать, быть популярным ведущим приятно. Вот так набрать свое имя в интернете и прочесть. Сейчас попробую узнать, что обо мне пишут на земле. Что? Радиус. Расстояние от центра до любой точки окружности? Есть слово «радио», «радость», «радар». А где же про меня? Слышишь, компьютер? В земном интернете. Пока о вас не написано. И вот странно. Вопрос один, а сколько ответов получил? Хотя почему-то совсем не то, что я спрашивал. Но такая куча информации. Конечно. Компьютер – очень умное устройство. Выдал вам сведения по похожим словам. Ну да. Вон сколько всего знает. Про меня только ему неизвестно. И с каждым годом, да что там, почти каждый день компьютеры становятся все умнее, быстрее, решают все более сложные задачи. А я вспомнил, что видел фото самых первых компьютеров. Огромные такие. Здоровенные шкафы на всю комнату, окутанные проводами. Множество кнопок, рычажков. Разобраться, как им пользоваться, мог только специалист. А между тем, знала и умела эта машина не так уж и много. Вот современный планшет или смартфон. Это же тоже своего рода мини-компьютер. Так вот, они гораздо умнее. При этом пользоваться таким сегодня любой малыш сможет. А как же удалось машине за каких-то полстолетия так поумнеть? А как, правда? Человек. Именно человек учит компьютер всем этим премудростям. Сама по себе машина ведь не может совершенствоваться, осваивать что-то новое. То есть этот супермозг люди сделали таким умным? И компьютер не знает ничего, что неизвестно землянам? Пожалуй, что так. Просто компьютерная память больше, чем у человека. Тогда я понимаю, почему компьютер стал другом людей. Ноги с ним вообще на «ты». Кстати, об этом. Специалисты, работавшие на первых моделях компьютеров, общались с машинами при помощи особых значков. Можно сказать, исключительно на их языке. На языке машин? Да. Существуют специальные языки, ими программисты пользуются. Это набор букв, цифр, других значков. Но если вам не нужно создавать компьютерную программу, обучать устройство чему-то, просто вы, например, хотите отыскать информацию в интернете, можете воспользоваться любым человеческим языком. Вас машина без труда поймет. Поэтому ее, то есть его, компьютер, люди научили? Хотят чему тут удивляться? Давайте свяжемся с нашим специальным корреспондентом Брамом. Он находится в офисе поисковой системы. Наверняка что-нибудь интересное готов уже рассказать. Энциклопедия интересных вещей. Брам, вы нас слышите? Это я, Радикс. Да, конечно, связь прекрасная. Здравствуйте, уважаемые межпланетные слушатели. Брам, вы знали? Всему, что умеет компьютер, его земляне научили. Вот как раз сейчас я с этим вопросом разбираюсь. Здесь, в этом офисе, у каждого свой компьютер. Программист сам думает, фантазирует, в книжках копается или в том же интернете. А потом, видимо, когда что-то придумал, зовет другого программиста. И они уже небольшими группами думают, обсуждают. А вообще, машину можно чему-то научить? О, компьютер превосходно справляется с задачами на повторение. Посчитать, нарисовать, показать, найти. Нужно просто поставить перед ним задачу. Что именно, посчитать или найти. Правильно, Брам? Брам! Да-да, все так. Я пока с вами разговаривал, шел по офису и случайно заблудился. Эм, как же выбраться? Вроде я тут был уже, эти малиновые стены уже видел. Ах, придумал. При помощи телепатической связи подключусь к планшету какому-нибудь. Вон их тут сколько. И выйти попробую, используя навигатор. Ах, как интересно. Я хочу телепортироваться туда, к Браму, и понаблюдать, как у него получится свой мозг к машине телепатически подключить. До связи, Радикс. А как же... Мудрица уже подтянула космолет. Какая же она шустрая, когда дело касается какой-то загадки. Ну ладно, буду разбираться с интернетом в одиночестве, пока от Брама и Мудрицы не будет сигнала. Зайду тогда на какой-нибудь сайт. Кстати, а что это такое? На сайте словаря иностранных слов пишут, что сайт с английского языка переводится как «место». Участок. Наверное, сайт — это участок в интернете. Бывает маленьким таким, что одной странички хватает. А иногда будто в книжке несколько страниц у сайта. Можно что-то почитать, картинки посмотреть. Иногда видео. А большой сайт со множеством всего порталом называется. Там еще полно всяких ярких, почти мультяшных картинок. Это баннеры. Вот стану я ведущим нового радиошоу «Вселенная». Наверное, будет мой портрет на баннере. Не хотелось бы. Нам с вами хорошо. Мудрица, что говорите? Нам хорошо, говорю. Я нашла Брама в офисе интернет-компании. Здравствуйте! Привет! Хай! Хеллоу! Нихао! Чао! Бонжур! Брам после подключения к компьютерному мозгу выглядит немного странным. У нас теперь специальный корреспондент с выходом в земной интернет. Я! Yes! We! See! Брам, вы меня узнаете? Это я, мудрицая. Идете скорее отсюда. Там земляне. Еще земляне. Они похожи. Мудрицая. Не похожа. Неземлянин. Три руки. Цвет зеленый. Я Брам. Три руки. Цвет зеленый. Похожи. Мудрицая. Брам. Озеряне. Стоим. Идти. Двигаться. Надо двигаться. Понял. Брам, что с вами? Брам сейчас думает, как компьютер. Для электронного устройства все на свете делится на похожее и непохожее. Что похоже между собой, а что нет, этому люди машину обучают. Значит, компьютер, получив запрос, выбирает сначала все похожее. А затем из этого потока информации самое популярное. Брам, нам пора отсюда выбираться. Эм, не, сейчас попробую сформулировать запрос. Эм, выход, выход, не, выход, выход. Где выход? Гамак для дачи. Гамаки купить недорого. Ты на все руки мастак. Сделать сумеешь гамак. Брам, вы что? Сейчас объясню. Вы, Радикс, часто имеете дело с земным интернетом. Попадалась вам реклама. Даже очень много. Очень раздражает, между прочим. Я, например, задаю компьютеру вопрос про какую-то штуку. Ну, зачем она, кто изобрел и все такое. Получаете ответ. А потом целый месяц вам настойчиво предлагают купить разные ее варианты и модель. Да, да. Люди, занимающиеся рекламой, видимо, научили компьютер так вот реагировать. Вы спросили однажды, а вдруг вам еще нужно? Вот интернет и предлагает, предлагает. Опять люди научили. Значит, на Брама такое впечатление произвело то, что программисты лежа в гамаках работают, что... Его подключенный к интернету мозг моментально среагировал. Мне нужен гамак. Зачем, Брам? Ну... Это не вам надо его купить. Это кому-то надо его продать. Коварный интернет. Просто надо помнить, что его делают люди. У этих людей свои задачи. Например, продать гамак. Это не значит, что вам непременно надо их покупать. К тому же, нажав на какой-нибудь хитрый баннер или зайдя на какой-нибудь непонятный сайт, можно испортить свой компьютер. Как? Есть программисты-хулиганы. Они придумывают компьютерные хитрости, которые внедряются в компьютер как болезнь, как вирус и не дают ему нормально работать. Тогда компьютер надо лечить? Именно. Приходится обращаться за помощью, потому что от некоторых вирусов простому владельцу компьютера самостоятельно очень трудно избавиться. Я теперь осторожно буду вести себя в интернете. Правильно. И вообще. Со всей информацией, которая есть в интернете, следует обращаться с осторожностью. Факты нужно сверить. Часто бывает так, что разные сайты просто копируют одно и то же друг у друга. Если все правильно, запомнить. А вот выводы, что хорошо, а что плохо, лучше делать самим. Потому что авторы – это живые люди, которые могут ошибаться или даже обманывать. А вовсе не какой-то сверхмудрый супермозг. К сожалению, да. Напрасно я надеялась получить ответы на вопросы, над которыми пока тщетно бьются лучшие умы Азиры. Человеческому интернету известно лишь то, что знают люди. Но мне очень нравится человеческая пословица. Одна голова хорошо, а две лучше. А у нас же в программе целых три головы. Пока. Почему пока? Вы что, уже прощаетесь, мудрицы? Эх, Радикс, это вы хотите попрощаться с нами навсегда. Стать ведущим радиошоу «Вселенная». А у нас так великолепно, три головы работают. Мы все разные, но вместе нам очень хорошо. Еще пока ничего не решено. Брам, нам надо выход искать. Подключаюсь к навигатору. Ай, ай-яй-яй! Держите меня! Что с вами? Ничего страшного. Мозг Брама посылает сигнал спутнику, который по земной орбите летит. Мне показалось, что моя голова в космос улетела. Закрываю глаза и вижу нас с вами, мудрицы, будто с высоты 20 тысяч километров. Это скоро прекратится? Для того, чтобы информация о нашем расположении была точнее, необходимо получить сигнал с трех, а лучше с четырех спутников. 55 градусов, 66 минут северной широты, 37 градусов, 77 минут восточной долготы. Маршрут построен. Через 300 метров поверните налево. Кажется, я вижу выход. Оттуда мы легко телепортируемся в космолет. Мы покидаем офис поисковой системы. Минутку, друзья. Я понял, что не хочу покидать нашу любимую программу. Не хочу вести никакое супершоу. Мы про земные вещи еще не все выяснили. Тут столько всего интересного осталось. Люди такие изобретатели. Ура! 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 Так что, уважаемые межпланетные слушатели, ждите новых репортажей Земли. Скоро я, Радикс, наш специальный корреспондент Брам и Мудриция порадуем вас новыми рассказами о земных чудесах. Подошел к финалу очередной выпуск нашей программы. Энциклопедия интересных вещей. Радикс упустили такой шанс, были бы самым популярным ведущим нескольких галактик. Это знаете ли. Слава, это же еще не все. Конечно, приятно набрать свое имя в интернете и... Постойте. Как это? Я написал Радикс. И вот, вот, послушайте, что мне компьютер выдал. Журналист с планеты Азиры, программа-энциклопедия интересных вещей, шоу-вселенная, лучший ведущий 600 миллиардов 800 миллионов 435 тысяч 865-го межгалактического года. Постойте, откуда это взялось? И потом, конечно, приятно, но ведь это не совсем правда. Эээ, понимаете, коллеги, мой мозг не успел отключиться от всемирной сети интернет. Ну, мои мысли туда и загрузились. Брам, подключитесь обратно. Надо исправить. Ладно вам, Радикс. Вдруг на следующий год вас все-таки выберут лучшим ведущим. Опять исправлять. Но... Люди тоже много непроверенной информации загружают. И ничего. Главное, пользоваться интернетом с умом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова